Но такое дело, смогут ли сдержать натиск, Коттл будет дефить до последнего И кстати Альянс показали, что на дефе они очень хороши Но предыдущий пик был хорош не тем, что он на дефе, а именно тем, что они могли драться До того, как Нави добегают до базы противника, их встречают агрессией и там идут какие-то размены Либо в плюс для Альянс, либо в минус, но до ТВРов дело не доходит А сейчас как раз таки вся веселуха будет у ТВРов Может быть Ластпик и Альянс возьмут что-то такое и смогут драться вчетвером Ну, как-то пока сомнительно Скажем, вызов принят и одними и другими Потому что Нави говорят, ребят, мы вас сейчас, короче, за 20 минут развалим А другие говорят, нет, ребят, мы сейчас затерпим Вы нам ничего сделать не сможете, а потом мы вас развалим И вот тут... Кто? Кто кого? Да, безусловно, очень интересно будет наблюдать за тем, как будет развиваться событие в этой игре Ну и Ластпик Ластпик 10 секунд осталось у Нави Это Пак, это Чен плюс Пак Ну, такая достаточно стандартная связка соло-мидера с Ченом То есть, либо Шторм, либо Пак смотрится вполне органично Кентавр на харде, Дум на легкой Вряд ли Пойдут на чужой хард Все-таки это достаточно тяжело, потому что Лансер, он не такой же слабый Если ему будет наливать котл ману, он может кидать очень и очень часто свои вот эти вот спирит лансы И наносить много урона Более того, у Нави нету такой грозной силы-то, с которой они могли бы чем-то действительно жестко надавить в начале Здесь хорошие шансы у Альянсов действительно досидеть до той стадии, когда Лансер там будет просто убивать всех Но он здесь явно сильнейший герой в таком глубоком-глубоком лейте Из-за такого достаточно толстого героя, во-первых Во-вторых, Инициатора Будет играть, соответственно, на Бэтрайдере О, на Драгон Найте Ну и Аки забирает котла После небольшой паузы увидимся с вами уже на матче Разбегаются команды На этот раз Альянс опять же пошли в чужой лес расставлять ворды Чтобы мешать фармить Чену, это все очень-очень правильно Так нужно делать Но на этот раз они выглядят отнюдь не такими сильными на первом левеле Хотя все равно вот этот Бэтрайдер, который накидывает масло, очень-очень неприятный Стики есть только у Хвоста У Хвоста ноль армора Если его зацепят, это будет очень неприятно Ой-ой-ой, в Смоках Альянса Хвост! Может очень неприятный тайминг поймать Хвост? Хвост! Вот Хвоста и дотягивается! Но сейчас ни в коем случае нельзя отдать еще один фраг Но в общем-то Дум действительно он мог за счет земли убежать У него даже было вон 5 стиков Но зарешало не то, что ему кинуло копье Не то, что ему кинули масло А то, что ему успел дать сетку вот эту на 2.75 И GM не успел среагировать Хвост вовремя Ну, как-то вот Нави, мне не совсем понятно, почему настолько они расхоложены начали Было очевидно, что соперник может пойти попытаться заблочить тебе лес И не сказать, что Хвост прям как-то аккуратненько высовывался, смотрел Нет, он просто вышел на морозе Это секрет успеха Отдать ФБ, а потом выиграть Возможно, разве что так Отличный, кстати, Девард от команды Нави Все они полностью угадали Великолепный вард поставлен Все увидели И Чен разблочил себе второй большой спаун Это для него, наверное, самое главное Чтобы делать мультиспауны, двойные мультиспауны Все очень-очень здорово Кстати, для Dragon Knight они очень приятная история Потому что он прокачал Dragon Tail У него нет бризов, чтобы на первом левеле как-то поднять себе быстренько Ну, докупить себе боттл Плюс ему пассивку бы как бы желательно на втором взять В итоге он на втором левеле берет бризы Пассивочки пока нет Так скажем, не самый приятный Скилл билд для Dragon Knight Будет идти за этого стана Он обычно на четвертом левеле берется на единицу Да, бешеный винрейт у связки Действительно, использовалась она очень давно Но мы видим, что за счет все-таки ассиста На ФБ СФО достаточно быстро прикупился У него закуп был на фастботл Прикупил себе бутылку Сейчас у него будет бутылка И, в общем-то, пережил такой он кризис Да, ну и здесь, безусловно, то, что бульдог находится на хардлайне против Даззла и Чена Который вначале все-таки хочет пофармить Это для него огромный плюс Потому что сейчас На Чен тут будет, ну, не очень большой спавн Решил все-таки не скупиться, потратить ветерки Бэтрайдеру здесь ничего не мешает терроризировать Даззла Все время отводить, получать много экспы, золота Мешает получать опыт Даззлу Это очень-очень круто Да, и у хвоста, я смотрю, Крипстат, как бы, не самый хороший Всего 5, как ни странно, у Лансера Кстати, и у Лансера тоже 6 А почему пока 8? Где Дэнди? У Лансеру там очень сильно помешал Кентавр Он там его и подстанил, оставил чуть отступить У хвоста, не знаю в чем Ну, тоже бэтрайдер, наверное, мешает Ну, Дэнди просто... Ну, да, вот оба хардлайнера, стоит отметить, отыгрывают шикарно Потому что даже у мидера Крипстат там был выше Ну, вот уже Лансер, все, не остановить его теперь Пошел Паник уходит, его знали об его инвизии, судя по всему Потому что ИСФО так тут же спрятался под вышечку Ой-ой-ой, у хвоста могут быть проблемы 4 стика, урон-то просто колоссальный, армора нет, это минус хвост Вот это да, хвост загулял Дать фраг бульдогу на харде Ох-ох-ох, теперь он еще сильнее, чем был Теперь вдвойне надо играть осторожнее А с упортом... Ну, тут Куроку на первом левеле изучил Хил, а не Пойзон Тач То есть гонять он этого бэтрайдера-то особо не может Как-то вот то ли подустали на Ви, то ли чего Но пока отыгрывают они не лучшим образом 2-0, впереди Альянс и Фаник У него второй левел Но, кстати, опять же, да, у Фаника не самый стандартный Итам билд, обычно в хард отправляют кентавра с тапком Просто сразу берется тапочек Пачка танго, ох-ты ж... А, нет, это не килл, господи Уж подумал, Дэнди в миде отъехал Так вот, покупают ему тапочек Он быстро себе там как-то натерпливает на Транквил И тупо за счет того, что дикают денежки И потом начинают бегать по карте Делать какой-то экшен Такой все-таки бульдог нежадный Вот он сейчас мог опять полететь за хвостом И как минимум его надамажить очень жестко Ну, он не стал жадничать У него тут пачка крипов У него и так все слишком хорошо Чтобы видеть этого дума Чтобы рисковать слишком сильно Но я думаю, хвосту не стоит расслабляться Ну и, конечно же, ждем выхода от Чена Ой, неудачно, заспавнились големы в лесу Ждем выхода, ждем каких-то действий Потому что это, по сути дела Основная сила пика Нави в начале игры Потому что, если удастся Альянсам Пережить самое-самое начало Без особых проблем Ну, колоссальные потери Могут понести Нави потом За счет этого Лансера Ну, пока что рано какие-то выводы делать Конечно, тут по 20 крипов Ой-ой-ой, бульдог И выживает На копеечки Буквально там одной тычки не хватило сделать Обидно сейчас Но вот был бы он на один левел ниже Да, не пятый, а четвертый Если бы не сделал килл на хвосте То сейчас бы они могли его убить Но На один левел выше И по нему бы сработал левел дес Ой-ой-ой, у фаника ДД, но его как-то тут зажимают Но, по-моему, он слишком толстый Из ДД, да Это понимают все Тем более пак, в принципе, не так уж и далеко И рисковать не очень хочется суппортом Они просто отступают Наливают Лансеру побольше маны Да, кстати, очень хорошо то, что линия спушилась Я бы сказал, просто шикарно Кентавр сейчас получит уйму экспы Сломать они этот Тауэр по-любому не смогут за один заход Тем более сюда еще идет небольшое дотекание в виде куроку Легкая помощь Оп, иллюминейт Да, ну тут, конечно, пуш потенциал у котла просто огромный Он не пушит вышки, но он убивает всех крипов Абсолютно Здесь подхил пошел от Дазла У Лансера очень много маны И третий, вот этот нюк Это может быть весьма неприятно Набрасывает он Кентавру просто по кулдауну Будет ли динайд Кентавр? Будет ли фортификейшн? Пошел фортификейшн Летит сюда пак-пак Может ворваться на троих Дримкоил, смотрим Ставит на двоих У саппортов большие проблемы Сетка, какая шикарная сетка Ну и Джеймс здесь должен умирать И сейвит, сейвит просто своих тиммейтов Но тут уже дальше догнать-нибудь не получится Естественно Драгонайт в это время сразу принимает Ты посмотри На С4 он подошел Ударил тавер Чтобы прям максимум демеджа Пытается вытягивать Как же играет Альянс-то А, собрано Да, очень жестко И вот сейчас мы видим Что и Джеймс тоже на Шадоу Шамане Кое-что умеет Потому что сыграл просто потрясающе И смотрим на Дэнди Шифт Потратил Дэнди Ловит стан Здесь же Джеймс Который степешился заранее Дэнди ловит Нет, уйдет Уйдет Дэнди Еще бы в секунды И Шадоу Шаман мог его Действительно настигать Но в целом получилось неплохо Ведь, да Вышку заденаили Нави Но сюда стянулся Чен Сюда стянулся Даззл И, в общем-то Потеряли только одного Шадоу Шамана Еще могли килл сделать А хвоста тем временем напрягает Продолжает напрягать Бэтрайдер У которого уже очень много золота Но сейчас смотрим на Фаника Так, все увидел Но как бы тут без шансов вообще Никак не убить Через Дум Если бы Дум успел кинуть хвост То тогда Бэтрайдер не смог бы включить Файрфлай Его можно было бы поджать Но с Файрфлайем действительно Тяжело Фаннику пока приходится Вот он выходит как раз в Транквилло Но все очень-очень не спеша происходит Пошел Фанник Немного пофармить Вот, кстати говоря, насчет Дума Немножечко нестандартно Опять же, играет Нави Просто-напросто Думбрингер На первой минуте Он обычно стоит Ждет какого-то Крепа в лесу Съедает его В это время Суппорт поднимает себе Там Экспулю на линии стоит И потом уже приходит Дум И Саппорт начинает заниматься Своими делами, Суппортящими Здесь такого не было Просто-напросто хвост Ну, это, наверное, из-за того, что Чен есть Поэтому не пошел он в лес поедать Крепа Вот этим очень часто пользуются Имперцы Когда пикают Думбрингера Ну и про Кентавра Раз уж заговорил Тоже напомнить еще раз Что в хард идет он с тапком И потом делает фаст-транквилы Но, как мы видим, у Фанника все и так По таймингу Он купил эти транквилы Бегает по карте Так, Чен сейчас заюзал Смоук У него есть шестой левел Втроем будут пытаться принять СФО Но к СФО здесь могут Хотя нет, нету ТП у ИДЖМа Да, и СФО, если встрянет, ему будет Очень-очень больно Он спалил! Витантач Сеточка тоже есть Кентавр Тут Дримкоил Все просто всандаливает в СФОРа И разваливает его Эллюминейт По всем, кстати, попадает Очень много урона суммарно влетело Ну и сейчас самое главное Не дать запушить Отличный вард поставлен тут же Нави Да, и вот Коттл наливает еще немного Не дает себя загангать Тянет время как можно дольше Ему главное Не отдать эту Т1 вышку Пошел Фортификейшн Не отдается Акке Да, ну Нави сделали все Просто отлично Вот этот вард Помог им зацепить ДК Но, кажется, вышку они запушить не смогут Да Так и есть Хотя, сверху Фанник подходит Еще раз Ой-ой-ой Это может быть опасно Виз О-о-о Боже ж ты мой Вот это килл Это даже не инстакилл Это что-то вообще другое было Ну и инстакилл действительно По-другому не скажешь Акки просто уснул в этот момент Он мог Ну, он не видел, понятное дело, Пака Пак был в инвизе Но он, судя по всему, не видел и Кентавра И здесь, конечно же Ну там уже Кентавр с секьюрой замахнулся И уже от него уйти было некуда Когда к тебе вот отсюда подкрадываются Здесь вижена нет Ты начинаешь видеть примерно вот отсюда И там, ну, было уже слишком поздно У него просто За секунду Смотрим на Бульдога У него сейчас будет Даггер Девятая минута игры Заставить ему не удалось Еще разок спау Но хватит ли золота на Даггер? Да, прямо хватает Ровненько-ровненько И сейчас как раз вернется на базу Будет Даггер Тем временем Фанник с Транквиллами Догоняет Шадоу Шамана Триболь, Фанник Что он вытворяет На этом Кентавре И вот уже 4-2 повели Нави Хотя 2-0 все начиналось И это очень нехорошо Для команды Альянс Они сейчас проседают по фрагам И им сейчас будут ломать ТВРА Они это все прекрасно тоже понимают Мы видим, что Лансер телепортировался вниз Здесь хвост с Мидасом Но все видят абсолютно И Лансер уходит Лансер, кстати, без Инвиза Такой Интересный Да, рисковый Лансер Потому что Инвиз хотя бы на единицу изучать нужно Иначе ты рискуешь Вообще остаться Ну точнее не рискуешь Ты вообще остаешься без единого эскейпа Тут дело такое Даже если там какие-то дасты есть Как минимум уходишь в Инвиз И заставляешь эти дасты покупать Плюс ко всему А, ну вот Инвиз взял все-таки на раз Только что Шестой левел появляется у Фанника Это значит есть ультимейт Это значит можно набегать Активно атаковать ТВРА Дэнди пошел через ботинок Через Пауэртретс Если бы пошел через обычный ботинок Уже был бы Даггер Но в общем-то и без Дэнди Хватает потенциала инициировать Ну и хвост купил себе Мидасик Чтобы догонять по фарму Потому что не так здорово он нафармил Вначале у него всего лишь 50 крипов Относительно Лансера У которого 70 Более того у него еще одна смерть Но у него Нетворс выше Но он вот сейчас начал перегонять Все-таки вот то что это Думбрингер Это дело дает о себе знать И ошибались Нави гораздо больше чем Альянс Вот просто за счет своего пика Пока Нави давят и лидируют по киллам Тут Коттл в засаде Закидывает иллюминейт И не дает спушить линию Если Кентавр сделает как-то быстро пайпу Я не знаю Может быть он конечно задумал вангуард На дефолту это пайпа делается Поймали Сфора Подрубил он ультимейт Но тут опять для него без шансов Просто со всех сторон его оккупировали Столько дизейбла Господи Три Кентавра Учитывая Фаника Плюс Сетка Плюс Дрим Койл Боже мой Да просто классальный Вписали уронки И ДК И ДК в очередной раз Справляются в таверну Отличный ганг В общем-то Появляется даггер Мы видим что с агрессией Нави Действительно тяжело бороться У них отличные инициаторы Но и вторая вышка падает Нет Первая вышка падает Пока что только для Нави Идут они дальше за второй И Аки не успевает перетянуться Лода наверху Ломает уже Т2 Тауэр Аппетиты у Лоды Хоть я добавляю При том что у него есть Тапок барабаны 2 200 сверху Это машина для фарма Ой-ой-ой Бэтрайдер Какую ошибку сделал Бульдог Это просто что-то С чем-то За Ченом Отправляется Нет Чена не достать Бульдог сделал ошибку Достаточно Интересного характера Он ударил Кентавра И получил в ответ урон Тем самым Сбил себе даггер Я честно говоря Даже не задумался никогда Что эта штука сбивает даггер Да вот походу Бульдог Себя поймал на том же Потому что Ну непривычно Я думаю Люди которые покупают Например на пудже Даггер В первый раз там Непривычно Им потому что Рот сбивает этот даггер Ты врубород И сбиваешь себе даггер Ну то есть Такие вот мелочи Вроде Очевидные Но бывает Подставляешься Так Егэм Из Сайленса Он пытался отдаться Големам Ничего не вышло Дэнди Это просто Даже Големы Пытались его убить Не столько он Пытался отдаться Но действительно Ничего не вышло Отличный Дэнди Потрясный контроль Рун от Нави Они идеально Используют Инвиз И подтянулся сюда И Пупей Ну вот сейчас Опять большой вопрос Как Альянсом Отбиваться Так же как и в прошлой игре На них начинают Оказывать давление И здесь это давление Несколько иного характера То есть Ну тут просто герои умирают Смотрим ульт Ставится ульта Ну и опять Сфо прилетает Кажется Пытается он жить до конца Но нету Никак его вообще не закилить Заходит мека От Пупея Живет до сих пор Пака можно телепортировать домой До сих пор Есть ульта Но нету маны Теперь у Пупея Нужно покупать арканы Терять всех хрипов Просто-напросто Не хватает демеджа Посмотри что делает Пак Он в наглую прыгает Забирает под Т2 Тауэром При Бульдоге Который стоит рядом Здесь мы видим Shadow Blade Реализует хвост Как только купил Прибежал И за счет дума Делают килл на ланцере И вот теперь Жизнь у ланцера Тоже пойдет под откос Потому что наступила та стадия Все Закончился фарм Наступила та стадия Когда тебя Будут ловить Тебя будут убивать И нужно играть Вот в эту Очень сейвовую И осторожную доту У него 2200 на кармане В курьере Ничего нет Получается Его нетворс Даже не особо поднялся За последние Полторы-две минуты Потому что Когда он тут стоял У него также было 200 Сверху Я не хочу списывать Альянсов со счетов Потому что уже В прошлый раз Они доказали Что способны бороться До конца Но вот сейчас По-моему Становится очевидно Почему в эту доту Перестали играть Ну конкретно Эта стратегия Не работает вообще Против того что делают Нави Не успевает Коттл отпушивать Шадоу Шаман Не успел себе Доформить левел Лансера убивают По всем линиям давят Сгоняют на базу Что делать Альянсам Какое было начало Вспомни То есть при всем этом У них настолько Сейчас все плохо При том что в начале Было тупо идеально Они получили ФБ Они делали Килл на керри Вражеской команды И даже это Не помогает им Сейчас Как-то вообще жить То есть Альянсы Они выбирают И в первой игре И во второй игре Берут стратегию Так скажем Отбиваться И пытаться Как-то Контрить пуш Нави Но если в первой игре Они пытались Контрить агрессией То сейчас Как мы видим Они пытаются Контрить лейтом А отбиваться Это вообще нечем Коттлау Он уже под Т3 Тауэром Испепилил Причем один герой Да Это очень большой вопрос Команде Альянс Но Что им сейчас делать Наверное Сами они задают этот вопрос Мы спушили все ТВРа Их просто убивают По всем фронтам И Нави вполне могут У них есть потенциал Закончить эту игру У них достаточно толстые герои Господи Что же сейчас делают Альянсы Как они рискуют Они понимают Что если Смогут затянуть То выиграют Но как ты будешь тянуть С Мидасом Дружище Разваливают Просто котла Которые Единственные Кто может в принципе Дефить Смейки были потрачены На то Чтобы сломать снизу Тауэр И теперь Т3 Тауэр Дефить вообще нечем Они даже Кентавра убить не могут От этого обычного суммона Прыграют Хороший Дрикпоил Моментально убивают Шадоу Шамана Денди отошел Бульдог тоже минус Чен отхиливает И посмотри на полоски ХП Нави Они тут устроили Просто там спон На базе У Альянс И при этом Фулл ХПшные все Я думаю Это гейм Это просто Изи катка Здесь прям Даже по другому И не назвать Эту игру Слишком легко Отдали Альянсы Линию Конечно Они не сдаются Но по моему Тут уже все очевидно Драконайт С Мидасом Может спокойно Спокойно писать ГГ 16 минута Ну вот когда происходит Подобное Когда ты выигрываешь Начало игры Но потом просто Разваливаешься Ну если Мы видим Потому что это такая Шоу сам Я не знаю Что сейчас хотел сделать С Форда Он получил То чего Должен был получить Бульдог Левел Десс И подумал Оп Денайд его пытается Он даже урона не хватает Чтобы заденайд Дабл Эйдж И это минус Шадоу Шаман ГГ пишет Бульдог 2-0 ценуется счет Альянс Перемудрили Со своим пиком В этот раз Слишком жадно Решили поиграть Но Нави это не простили Совершенно не сработала Стратегия Альянса Вот так потрясающая Первая игра И просто обескураживающая Вторая 17-2 Нави выносит С своего соперника Я если честно Даже немного расстроен Потому что все было так быстро У меня Не закончился Пуп Добавил субтитры